Библейский портал экзегет.ру представляет Уважаемые друзья, мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Луки. И сегодня мы будем читать предпоследнюю главу. Это 23 глава. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующее воскресенье мы оканчиваем изучение Евангелия от Луки, которое мы с вами изучали в течение этого учебного года. И мы читаем с первого стиха и ниже. И поднялось все множество их, и повели его, то есть Христа, к Пилату. И начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом Царем. Здесь мы видим, что огромной толпою все множество иудеев повели Христа к Пилату. И они предлагают в обвинении Христа политическое обвинение. Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, то есть римскому императору, называя себя Христом Царем. Это чисто политическое обвинение в узурпации власти в попытках препятствовать сбору налогов. Надо сказать, что враги Христа и христианства используют такой способ давления на верующих до сих пор. Когда человека хотят в чем-то обвинить, самое серьезное обвинение считается политическое обвинение, потому что власть здесь должна немедленно реагировать. Все другие обвинения требуют доказательства, а политическое обвинение – это обвинение, которое, как правило, властями воспринимается на веру, потому что любые власти, они очень с подозрением относятся к любой оппозиции. Пилат спросил его, то есть Христа, «Ты, царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ «Ты говоришь». Христос часто использует это выражение «Ты говоришь», этим самым, как бы изобличая людей в том, что они задают вопрос, на который уже предполагают, какой могут получить ответ. Поэтому в этом вопросе Пилата было некое лукавство. И так очевидно, что Христа обвиняют во всем этом, и он так формулирует этот вопрос. «Был ли Иисус Христос царем?» Да, без сомнения, он был царем. И православное догматическое богословие выделяет в земном служении Христа три аспекта. Он истинный пересвященник, он истинный пророк и он истинный царь. Собственно говоря, Христос является царем царей. То есть царем в таком абсолютном понимании этого еврейского слова «мелых» – царь. И, собственно говоря, Христос, само это слово, оно означает и царское служение, и первосвященническое служение, и пророческое служение. Потому что и царей, и первосвященников, и пророков помазывали святым миром. А Христос – это слово означает «помазанный». Для нас, христиан, Христос действительно царь царей. То есть он единственный, кто над нами имеет абсолютную власть. И если мы подчиняемся светским властям, то только потому, что в Новом Завете говорится о том, что мы должны это делать. Кесарево отдавать, Кесарево, но Божье – Богу. Божье – Богу, как я вам объяснял, это отдать на служение Создателю самих себя. Потому что мы от Бога человек не может быть зачат, если на то не будет воли Бога. Мы – Его собственность, по праву Творца, Он – Бог, единственный собственник во всей Вселенной. Когда мы осознаем себя подданными Царства Небесного и исповедуем Христа Царем над Собою, то мир воцаряется в наших душах. Мы чувствуем радость от прямого теократического управления над нами, когда власть Бога ставится превыше всего. И в наше время, когда любая власть скомпрометирована от политической власти до любой другой, и на любого начальника смотрят с каким-то подозрением, власть Христа Царя – это власть, которая является источником утешения, вдохновения и уверенности в том, что Он всегда позаботится о нас. Иметь такого правителя над Собою, как Христос, – это великое благо. И мы не должны возлагать надежды на человеков, на сынов человеческих, на человеческих князей, правителей, ибо, сказано, в них нет спасения. И пророк Исаия даже восклицает – перестаньте вы надеяться на человека, дыхание которого в ноздрях его. То есть сегодня он жив, завтра его нет. Далее мы читаем. Пилат сказал первосвященникам и народу, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». То есть как бы Христос перепоручил ответ на заданный Пилатом вопрос самому Пилату. Ты говоришь. И похоже, что Пилат оценил такую позицию Христа, когда Христос отталкивается от самих слов Пилата. И Пилат берет инициативу в свои руки и говорит, «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Но они настаивали, говоря, что Он, то есть Христос, возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Здесь они используют следующий прием. И потом они объявляют, что Христос смутьян, и смута, которая от Него распространяется, она по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. То есть это уже не какая-то частность, это мятеж, который охватил как бы уже несколько провинций. И что происходит далее? Пилат, услышав о том, что от Иудеи распространяется учение Христа, он принимает решение отправить Христа к человеку, который отвечал за Иудею и был царем иудейским, это Ирод. Потому что в то время зоны ответственности были разные у Пилата, у Ирода, у других соправителей. Пилат, услышав о Галилее, спросил, разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой послал его к Ироду, Ирод назывался царем иудейским, который в эти дни был также в Иерусалиме. Собственно говоря, Галилея обратил на себя внимание Пилата, а так как учение Христа распространяется и в Галилее, и в Иудее, а Ирод в то время был в Иерусалиме по каким-то своим делам, то Пилат отправляет Господа Иисуса к Ироду. Надо сказать, что в Евангелии говорится о том, что на тот момент Ирод и Пилат были во враждебных отношениях друг к другу. Но вот этим действием Пилата как бы вражда прекращается. Он как бы признает права Ирода и отправляет к нему подследственного. И воцаряется на какое-то время мир между Пилатом и Иродом. И святые отцы обращали на это внимание. И они говорили так. Христос оказывает влияние на людей, нравственное влияние, даже на таких, которые глубоко враждебны ему. Потому что Христос – источник мира. Он и есть мир, ибо в себе самому Он примеряет землю с небом, род человеческий, создателем Бога. И далее мы читаем. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Ирод Антипа, сын Ирода Великого, который уже умер, это был такой мод, человек, который проматывал всё своё богатство, вёл очень беспечный образ жизни. Это был гедонист, который наслаждался земными благами, но при этом он был очень любознательный человек. И мы читаем о Нём в Евангелии, что он любил беседовать с Иоанном Крестителем. То есть он увлекался ещё какими-то духовными вопросами. А тут к нему отправляют самого Иисуса, о Котором ходила молва, что Он творит много чудес, и Ирод хочет, чтобы для него было сотворено какое-то чудо. Люди, которые имеют праздный интерес к религии, это почва, на которой много камней. Если семя евангельской проповеди падает на такую почву, она не может прорасти полноценным, совершенным образом. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нём, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Если мы ищем в Церкви от Бога Христа каких-то чудес, кроме чуда нравственного возрождения, то у нас совершенно праздный интерес ко Христу. И мы должны пресекать в себе такой праздный интерес. мы должны искать чудо нравственного возрождения, чтобы мы сами из этого настоящего греховного падшего состояния обрели бы во Христе и со Христом нравственную вменяемость, то, в чём мы нуждаемся, и то, что Христос может нам дать. Не надо испытывать иллюзии относительно себя. Все мы грешники. Как я часто говорю, все мы хорошо замаскированные грешники. Но в глазах Бога мы абсолютно прозрачны, и Господь видит наше реальное состояние. И Господь хочет протянуть нам руку спасения. О Христе в Апокалипсисе сказано, что Он стоит у двери и стучит в сердце каждого из нас. Все стою у двери и стучу. Он ждёт, чтобы мы открыли своё сердце навстречу Ему. И далее мы читаем о действиях Ирода по отношению ко Христу и предлагал ему, то есть Христу, многие вопросы, но он ничего не отвечал Ему. Почему? А потому, что с ним уже общался Иоанн Креститель. И Иоанн Креститель отвечал Ему на все необходимые вопросы. И Иоанн Креститель даже обличал Ироды, говорил Ему, тебе не должно иметь жену, брата твоего. И в результате Иоанн Креститель был обезглавлен, казнён по приказу Ирода в угоду какой-то плесуньи, которая танцевала перед Иродом и очаровала его. Поэтому Христос молчит, но Он ничего не отвечал Ему. Первосвященники же и книжники, 10 стих, стояли и усиленно обвиняли Его, то есть перед лицом Ирода. Наверное, самое главное обвинение было, что Ирод считает себя царем. А тут какой-то Иисус из Назарета, он тоже объявляет себя царем. И мы читаем 11 стих, «Но Ирод со своими воинами уничижил его и, насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату». Что значит «уничижил его»? Имеется в виду, что они могли подвергнуть его наказанию. Но это наказание как бы снимало вину с него, потому что Ирод, какой бы он ни был, он знал библейский принцип, заодно дважды не наказует. И наказав его, он надевает Христа в светлую одежду, этим подчеркивая, что у него уже нет претензий к нему. Он наказан. Одел его в светлую одежду, отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями, между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Действительно, нравственное влияние Христа оно распространялось на всех людей, даже на таких людей, как прокуратур Понти Пилат и иудейский царь Ирод Эдуменянин. 13 стих. Пилат, созвав первосвященников и начальников, и народ, сказал им, вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. То есть Христос не выглядел как смутьян человеку, который затевает смуту, ему свойственно какое-то раздражение, он дышит агрессией. Во Христе ничего такого не было, Ирод этого не видел. И то, что Пилат исследовал так называемую вину Иисуса и ничего не нашел, это подтверждает, что все эти претензии политического характера, они были надуманными. Далее Пилат говорит, и Ирод так же, то есть так же ничего не нашел, ибо я посылал его, то есть Христа к нему, и ничего не найдено в нем, достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. То есть Ирод уже его наказал, отпустил, и Пилат хочет поступить таким же образом. А ему, пишет евангелист Лука, и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Так как приближался праздник Пасхи, еврейский Песох, то по правилам приличия высшей власти в то время было принято отпускать заключенных на свободу. нам, кстати, не хватает такого приличия высшей власти, светской власти под праздник и освобождать людей. Но весь народ, то есть разжигаемый дьяволом и настраиваемый пересвященниками, стал кричать «Смерть ему! Отпусти нам! Вараву!» Варава же был посажен в темницу за произведенные в городе возмущения и убийства. Ориген в своем комментарии на Евангелие от Матфея пишет «Не удивляйся, если римский принципат пребывал у них еще в первоначальном состоянии и для иудеев, воспринявших римское иго, было вновь дарованное им на пасхальный праздник право просить за одного узника, которого хотели. Хотя сам он, как кажется, был повинен в тысячах убийствах, то есть этот Пилат, так язычники подают некоторые милости тем, кого они подчиняют себе, пока утверждается на них их ярмо». то есть, чтобы выглядеть не совсем уж проработителем, Пилат придерживается этого правила, принципата, что надо на праздник освобождать кого-то. святитель Иоанн Златоуст пишет, «Видишь ли, с какой предусмотрительностью заботится Пилат о том, чтобы избавить их от греха, и с какой тщательностью стараются они не оставить для себя и тени к своему оправданию? Что надлежало делать? Улеченного ли отпустить преступника или сомнительного? Улеченный был ворава, который был замешан в убийстве. Если позволено было отпускать одного из улеченных преступников, то тем более сомнительного. И, конечно, Иисус не казался для них худшим явных человекоубийц. Евангелист не просто сказал имели разбойника, но разбойника известного, вораву, знаменитого по своим злодеяниям и совершившего бесчисленное убийство. И все-таки они предпочли его спасителю Вселенной и не посовестились ни святого времени, ни законов человеколюбия, ни другого чего-либо подобного. Зависть совершенно ослепила их. Но весь народ стал кричать «Смерть ему! Отпусти нам вораву!» Ворава был посажен в темницу за произведенные в городе возмущения и убийства. «А кто первый человек убийца?» «Дьявол», сказано в Писании. Значит, выбирая между воравой и Христом, они избирают в лице воравы дьявола и даруют и даруют ему свободу действий над собой. Но весь народ стал кричать «Смерть ему! Отпусти нам вораву!» Ворава был посажен в темницу за произведенные в городе возмущения и убийства. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса». Потому что для Пилата было очевидно, что Иисус не представляет никакой проблемы. Но они кричали «Распни! Распни его!» Он в третий раз сказал им «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем и так наказав его отпущу!» Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят и превозмог крик их и пересвященников. И Пилат решил быть по прошению их, поступать по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили. А Иисуса предал в их волю. То есть Пилат освобождает из темницы, дьявол получает свободу действия над этим народом и потом почти две тысячи лет непрекращающийся Холокост, страшные проблемы с этим Божьим народом, потому что со своих избранных Господь всегда спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. И начинается крестный путь. И когда повели его, то есть на казнь, то, захватив некого Симона, кирианина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисуса. По правилам римского права, приговоренный к смерти, должен был сам нести к месту казни орудие казни. И Христос сначала крест нес сам. Это видно из других Евангелий. Но он несколько раз упал под тяжестью креста, потому что он практически не спал эти дни. Он был все время в зоне внимания, допросы, избиения, избиения и допросы. Симон Кириньянин, человек, который помогает Христу нести крест, это символ каждого христианина, который готов посвящать свои страдания Христу и принимать их как бы из рук Христа. Например, если мы заболели, мы знаем, что без воли Отца Небесного даже волос не упадет с нашей головы. Мы должны принимать болезнь, какие-то тяжелые жизненные обстоятельства как бы из рук Бога. И не спрашивать за что, почему, но лучше спрашивать для чего Господи Ты нам это посылаешь. И цель, почему Господь нам посылает те или иные испытания, она в общем-то известна. Господь хочет нас в них усовершенствовать, как сказано в Новом Завете, как золото огнем. очищенное. И далее мы читаем, и шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Черри Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут блаженны неплодные и утробы неродившие и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам «Падите на нас и холмам покройте нас, ибо если зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет». Здесь Христос предсказывает, что начнется иудейская война и римляне окружат святой город Иерусалим, будут держать его в блокаде и в городе начнется мор от голода и от разных болезней. Вели с ним на смерть двух злодеев и когда пришли на место называемое лобное там распяли его и злодеев одного по правую а другого по левую сторону и Иисус же говорил «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Лобное место называется таковым в связи с тем, как учат предания, что когда умер первый человек Адам, люди не знали, что делать с его телом и они положили его на этой самой горе, холме, на котором был распят Христос позже. И Адам лежал и солнце пекло на его мертвое тело и кожа начала сползать с лба. И люди были поражены этим явлением и они зарыли в землю Адама. Но это место стали называть Голгофа или Гора Черепа, лобное место. Лобное место. Итак, Христос молится за распинателей, отче, прости им, ибо не знают, что делают. И позже апостол Павел, когда он будет проповедовать евреям и когда будет проповедовать Петр, эти апостолы будут обращать внимание на то, что евреи все это сделали по неведению. Начальники ваши сделали это по неведению, будут говорить святые апостолы. Тоже как бы ища оправдания для этих людей. Потому что логические понятия объяснить, почему потомки таких праведных людей, как Авраам, Исаак, Иаков, допустили нечто подобное достаточно сложно. И делили одежды его, бросая жребий. Некоторые дают такой комментарий. Мы христиане делим одежды его, бросая жребий, когда каждый из нас предпочитает собственные интересы превыше интересов других христиан. Каждый раскольник, который раскалывает церковь, он раздирает хитон спасителя единотканный, он как бы метает жребий о его одежде. Каждый смутьян на приходе поступает таким таким же образом. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Собственно говоря, эта казнь и была открытой для того, чтобы устрашить народ, не поступать таким же образом, как казненные. Поэтому над головой каждого казненного в то время вывешивали табличку, на которой была озвучена вина человека, которого приговорили к казнью. И делили одежду, бросая жребий, стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Здесь мы видим некоторую перемену в действиях этих начальников. Сначала они настраивали толпу кричать «Распни, распни его!» А здесь они начинают сами кричать «Если он Сын Божий, пусть сойдет с креста!» И даже такой предлог придумали «И мы веруем в него!» Это видно из других Евангелий. Почему дьявол меняет свою стратегию? Сначала дьявол добивался того, чтобы толпа кричала «Распни, распни!» Потому что в Писании сказано «Проклят, висящий на древе!» А так как Христос есть воплощенное слово, то повиснув на древе, он взял на себя проклятие всех грехов. А здесь дьявол побуждает этих начальников кричать «Сойди с креста!» ему ему веру. Почему дьявол меняет стратегию? Потому что когда Христос повис на кресте, дьявол, который очень чутко реагирует на любые грехи, он как бы питается грехами, как бы, он вдруг ощутил, что там собраны грехи всего мира. Ведь Христос, будучи Богом, не ограничен во времени и в пространстве, и на Голгофе были грехи от первого человека Адама до людей, которые жили во Дне Христа, и как Бог, Он взял на себя твой и мой грех, грехи всех людей, которые жили уже после Его Вознесения. И Он взял на себя даже грехи тех людей, которые еще не родились, родятся в наш мир и будут грешить, если только, конечно, Господь продолжит существование мира. И дьявол, который очень чуток ко всему греховному, вдруг понял, что здесь для него ловушка западня. Как нечестивец Аман из книги Эспирь, он построил висельницу, чтобы повесить на ней праведного Мартахея, а потом сам повис на этой висельнице. И дьявол понял, что он как бы обесточен, он теряет власть над всем. Он не мог объяснить, почему грехи всего мира собрались там, но он не мог их и не чувствовать, потому что он очень чуток к грехам. И он испугался, дьявол сдрогнул. Ведь на кресте висел невинный огнец Божий, который взял на себя все грехи и все преступления рода человеческого. Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос избранный Божий. Так же и воины ругались над ним, то есть над Христом, подходя и подносили ему уксус и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого. Уксус подносить было принято до распятия. Перед самим распятием давали приговоренным казням выпить смесь уксуса с желчью и этот напиток помутнял сознание человека и человек как бы вкушал вот эту анестезию. И он одурманенный быстро забывался и умирал. Христу не дали этот напиток перед распятием, как это было положено, а теперь ему предлагают копье, надевают губку, макают и вот перед лицом крутят. Это была форма издевательства над Христом. И они говорили, если ты царь иудейский, спаси себя самого, какой же ты царь, если у тебя нет армии? Ну, конечно, у него была армия, это легионы, легионы ангелов. Если бы Христос захотел бы, даже один из ангелов мог бы сокрушить всю нашу планету. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими, «Сеест царь иудейский». Надпись была сделана на этих трех языках и таким образом Древняя Церковь определила, что сами алфавиты еврейский, греческий и римский, латинский, они освящены кровью Христа. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же, напротив, унимал его и говорил, если ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. На самом деле, в других Евангелиях говорится, что сначала они оба злословили Иисуса в агонии, повиснув на древе оба этих разбойников, они злословили Иисуса. Но в какой-то момент, вот тот, который был распят справа, он меняет отношение к Иисусу Христу и начинает заступаться за Него. И более того, он восклицает «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». В какой момент отношение этого разбойника могло измениться ко Христу? Когда он услышал, что на кресте Иисус Христос молится за распинателей, он понял, что это Сын Божий, наверное. Человек не может молиться за тех людей, которые причиняют ему такое адское страдание повиснуть на кресте. И он изменил отношение к Иисусу и он обращается к Нему со словами надежды «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Твое». И сказал ему Иисус «Истинно говорю Тебе ныне же будешь со Мною в раю». Какие полные надежды слова! Каждый из нас грешник, каждый из нас волей закона Божия пригвожден к кресту за наши беззакония, пороки, и проклятие креста, как сказано, проклят, висящий на древе, тяготеет над каждым из нас. Это наши руки надо пробить гвоздями за то зло, которое мы причиняем этими руками другим. Это наши ноги надо было бы пронзить гвоздями за то, как мы спешим эти стезями греха. Это на нашу голову надо было бы одеть терновый венец и бить палкой по голове за те нецеломудренные, порой богохульные мысли, которые вспыхивают в нашем сознании. Но невинный агнец Божий занимает место каждого из нас на кресте. «Ныне же будешь со Мною в раю» эти слова обращены ко всем христианам. Христос как бы говорит «Вот день вашего вхождения в рай сладости. Ныне решается проблема спасения всего мира». Христос умер не только за христиан, которые веруют в Него, Он умер за грехи всего мира. И кажется, а какой в этом смысл? Зачем Он умер за грехи всего мира? Если мир своей большей части не примет Его, и эти люди будут находиться в аду. То, что Христос умер за каждого человека, когда-либо жившего, живущего на земле, указывает на то, что этим людям не будет оправдания в день суда. Никто из них не сможет сказать «Иисус, ты не умер за меня, поэтому я оказался в аду». Они не смогут этого сказать. Со своей стороны Бог сделал все для того, чтобы спасти каждого из нас. И если человек гибнет, это только потому, что он не принял вечное спасение в Боге и с Богом, во Христе и со Христом. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле, до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посередине, и Иисус, возгласив громким голосом, сказал «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Итак, Сын Божий, Господь, Бог, Христос умирает на кресте. Понять это практически невозможно. На самом деле, нету никакого чуда в том, что Христос воскрес. Вообще никакого чуда нет. Это Бог, источник жизни. Чудо заключается в том, что Бог умирает на кресте. Как Он мог умереть на кресте? Во Христе божественное человеческое в единую постась. Вот это загадка. Хотя Дамаскина пишет, на кресте страдало и умерло то, что может страдать и умереть, указывая на бесстрастие Бога. Но в то же время это тайна, как истинное человечество Христа, соединенное, хотя и не слияно, с Его истинным божеством, могло умереть на кресте. Это тайна, непостижимая, но Господь делает все это нас ради человека, нашего ради спасения. И сие, сказав, испустил дух. Сотник же, видя происходящее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник, потому что было знамение солнца, землетрясение, сотрясло весь Иерусалим. И пораженный этим сотник исповедует Христа Спасителем и Сыном Божьим. Это видно в других Евангелиях. Здесь до нас доносятся его слова истинно человек этот был праведник. В другом случае, в других Евангелиях он говорит это Сын Божий. Таким образом, каждый евангелист, он как бы дополняет другого евангелиста. То, что сотник при Голгофском кресте первый так открыто и явно исповедует Христа, это свидетельство о том, что именно языческие народы воспримут силу Креста Господня и будут считать Крест величайшим орудием, которое на дьявола дано каждому христианину. Далее говорится о реакции народа и весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался бия себя в грудь. Все же знавшие Его, то есть Христа, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Собственно говоря, под крестом из верующих в Иисуса Христа были только два человека. Это Дева Мария и Иоанн Богослов. Это мы видим в других Евангелиях, в частности в Евангелии от Иоанна. Тогда некто именем Иосиф, член Совета, человек добрый и справедливый, не участвовавший в Совете и в делах их из Аримафея, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тела Иисусова. Иосиф Аримафейский был одним из тайных учеников Иисуса Христа, как и Никодим, член еврейского Синедриона Сангедрина. Но когда Иисус умер, когда само Бога Слова умолкло на кресте, они уже не могли таиться. Эти тайные ученики начинают действовать совершенно открыто. Иосиф Аримафейский пришел к Пилату и просил тела Иисусова, помните в церковных песнопениях на Страстной Седмице, «Дай мне тело этого странного», то есть «Дай мне тело того, которого никто не понимает». Пришел к Пилату и просил тела Иисусова и, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе высеченном скале, где еще никто не был положен. Это был такой обычай и египтяне, и евреи загодя делали для себя места погребения и Иосиф приготовил эту гробницу для самого себя в пещере, но он сразу уступает ее Господу Иисусу, которого любил и считал своим божественным учителем. День тот был Пятница и наступала Суббота. Суббота наступала по еврейским законам, когда заходит солнце, поэтому они все очень спешили, они не омыли тело Иисуса, они завернули в плащаницу, быстро отнесли, положили в гроб и отошли от этого места. Вот почему на Туринской плащанице мы видим отпечатки всех ран, и сгустки крови, которая не была смыта, потому что нельзя было это делать в субботу, которая наступала в пятницу вечером, и только в первый день недели, по окончании субботы, жены мироносица отправляются с миром, чтобы помазать тело Иисуса этим миром. День тот был пятница и наступала суббота, прочитали мы, последовали также и женщины, пришедшие к Иисусу из Галилеи и смотрели гроб и как полагалось его тело, то есть это означает, что они вошли во гроб, потому что, чтобы увидеть, как полагалось тело, надо было войти в пещеру. Это двойная пещера, она сдвоенная немножко. Это значит, что они обрели бесстрашие, эти женщины, которые сначала смотрели издали, теперь смерть Иисуса сделала каждого бесстрашным, кстати, кроме апостолов. Те заперлись сионской горницы, страха ради иудейского и тряслись от страха. Только Иоанн Богослов, юный апостол Иисуса Христа, он мужественно стоял под Голгофой. Мы знаем, что Петр трижды отрёкся от своего Спасителя в эти дни. Возвратившись же, то есть эти женщины приготовили благовоние и масти и в субботу остались в покое по заповеди. Они строго соблюдали Божий закон насколько могли, и жёны мироносицы остаются субботний день в покое по заповеди Божьей. но и Христос, который называется господином субботы, он сам говорил о себе, что он господин субботы, телом пребывает в абсолютном покое во гробе. Он как бы продолжает исполнять закон Моисеев, о котором он сказал в начале своего служения, я пришёл не нарушить, но исполнить закон. Хотя душею он сходит в ад и начинает проповедовать в аде, куда душею уже сошёл Иоанн Креститель, когда его казнил Ирод, предваряя пришествие Христа в ад, и уже начал говорить, что скоро сюда придёт Мессия, как некогда на Иордане он проповедовал пришествие Христа. Таким образом, гроб Господен является источником Пошьего прощения, ибо душею сойдя в ад он даровал покой, подлинный покой находившимся в аде. Тогда в аде находились все и ветхозаветные праведники, пророки, цари и обычные грешники и язычники. Но когда мы читаем притчу о богаче и Лазаре, мы видим, что между ветхозаветными праведными и обычными грешниками великая пропасть. И сказано, что Лазарь утешался на луне Авраама. Как же можно утешаться в аду? Их утешала весть о том, что скоро туда придёт избавление. и они окажутся в раю сладости, ибо муки ада, они усиливаются от мысли, что они никогда не прекратятся. Но первый в рай входит разбойник. Есть древнеславянская история о том, как он входит в рай, ведь он уже в пятницу входит в рай. Когда суббота стала приближаться, то решили перебить голени распятым, потому что для того, чтобы сделать вздох на кресте, надо подтянуться на ногах, иначе диафрагма не раскроется. А когда перебивали голени, человек обвисал и умирал от удушья, он не мог сделать вздох. И перебили голени одному разбойнику, другому, они умерли, а когда воины подошли ко Христу, он был уже мертв. Так вот, разбойник первый вошел в рай сладости в пятницу крестных страданий Сына Божия. Рай был пустой, как рассказывает эта древняя славянская повесть. сладости и все ангелы слетелись посмотреть, что наконец-то хотя бы один человек вошел в рай. И все райские птицы стали петь громко-громко, как сказано в этой древнерусской повести, что хотя бы один человек вошел в рай сладости. Все райские цветы расцвели, радуясь тому, что хоть кто-то может любоваться и красотой. И он ходил по раю один, а в это время Христос уже в субботу выводит души из ада, и Давид, патриархи, пророки, они заходят в рай сладости, и они видят там одного человека. И они в недоумении. Кто же этот человек единственный, который вошел в рай? Мы не вошли в этот рай, рассуждают они, а кто же это? Они подходят и спрашивают, кто ты? И он говорит, разбойник, душегуб, убийца. В современном это, наверное, прозвучало бы киллер, рецидивист. И все прославили Бога за то, что спасение в христианстве дается даром по благодати. И сам Христос говорит, первые в царстве Божии идут блудницы, мытари, грешники, то есть никакой грех не может быть препятствием для вхождения в рай сладости, если мы примирились с Богом Отцом, ценой крови Сына Божия, принесли подлинное покаяние Творцу Вселенной и обрели отверстым вход в рай сладости страданиями Христа и чудом Его воскресения, которое оправдывает нас от всякого греха. Субтитры